Друзья, с праздником Ураза Байрам! Всем здоровья и счастья, благополучия в доме и творчеству! Потому что, когда человек занимается любимым делом, он тогда только и может так максимально сосредоточиться, что отсекается его внимание от всех рутинных проблем, боин, кризисов на планете, каких-то взрывов, и он там накапливает здоровье и энергию, чтобы повысить стресс-устойчивость, сохранить гормональный баланс, омолаживаться. Только любимое дело помогает, этим занимаясь, без всякого принуждения, потому что, когда ты любимым делом занимаешься, это твоя природа, твоя натура, твоя натура сотворца. Поэтому я всегда призываю, друзья, самой юности, самой молодости, чтобы люди занимались поиском любимых дел. Потому что, чем их больше, тем лучше. А почему я об этом говорю? Потому что некоторые думают, зачем мне этим заниматься, если это мне доходы не приносит. Но это правильно, надо, чтобы была гармония между духом и телом, это верно. Но если вы не будете этим заниматься, вы и не найдете способов, как доход получать, чтобы жить, а не выживать. Поэтому поиск любимого дела – размышление над тем, что бы ты хотел делать, чтобы была польза не только тебе, но и людям. Потому что всякие хорошие мысли без дел, они пустые, они ничего не дают. От того, что ты, например, думаешь о том, чтобы люди хорошо жили, ничего не делаешь, от этого мало чего меняется. Делами надо подтверждать свои мысли. А я абсолютно уверен, у нас тут людей, которые хотят помочь друг другу, миллионы, миллионы, миллионы. Просто они не знают об этом. Об этом кто сказал первый? Это автор теории потока Чизкен Михаи, который изучал, кто считает себя счастливым. Он после Великой войны, в 60 лет переписывался с людьми и выяснял, великий психолог, венгр, сейчас в Америке живет, профессор. Он выяснил, 30% людей, которые уже выживают, которые уже стали на ноги прочно, получают доход для жизни, они просто выживают и думают, как за ЖК Ханса платить или налоги. 30% только из них, они считают, что у них есть смысл жизни. И когда он выяснял, выяснилось, и оказалось, что у них есть любимое дело. Потому что, когда ты любишь думать о музыке, писать музыку, такой момент бывает восторга, когда ты соединяешься с этой музыкой, музыка как бы сама льется у тебя в голове, это тебе только ночь-то остается записывать. И ты становишься композитором, так во всех делах, во всех областях. И тут, и так, еще раз праздникам Мураза Барам, скрипачку, пожалуйста, помогите мне доделать. Потому что если творчество и любимое дело есть оздоровительный фактор для всех и каждого, то у нас есть совместный фактор, который помогает нам всем быть здоровее и тянуться к лучшему, и вытягивать всех к этому лучшему. Чтобы был мир на планете и уменьшилась потребность лекарств. Так вот, смотрите, помогите, это формат у нас, коллективный разум. Что добавить, что убавить, это уже восьмая или девятая версия картины, я ее все время переделываю. Пишите комменты, чего хватает, чего не хватает, потому что мой друг, он сейчас в Канаде, он мне написал, смотри в зеркало на нее, ну как бы со стороны, и увидишь, где чего изменить. Он говорит, ты вот эту кисть правую, которая смычок держит, сделай хорошо. Но я буду стараться. И вот сейчас мне еще художница написала, она участник школы нашей, школы Человек будущего, Хомо Футурус. Вот она мне тоже сейчас написала, и я сейчас об этом говорю, чтобы она этот совет, который, хороший совет, который мне написала, чтобы в комменте тоже написала. Почему? У нас же этот алгоритм, вот такой в этом Ютубе, чем больше комментов, тем он больше двигается, тем больше людей узнает, как быть здоровыми и счастливыми, и устойчивыми к стрессу. И больше людей начинают понимать, что если твой ребенок любит рисовать, или любит петь, или любит танцевать, не надо его от этого отпугивать. Пусть занимается, он сам вырастет и поймет, что ему надо. А то некоторые мамаши и папаши начинают детей учаить. Вот это тебе не нужно, это никому не нужно, бьют ему, так сказать, по самому сокровенному точке роста. Самое сокровенное место. Итак, друзья, еще раз поздравляю с праздником Ура за Байрэм, потому что во всех религиях сказано Бог Един. Этим сказанным объединяют людей. И поэтому я объединяю тоже в формате коллективный разум. Соединяйтесь, ищем братьев по разуму здесь на земле, а не только там, во вселенной. Итак, друзья, сейчас я вам просто... я бы вам сыграл, потому что я в детстве играл в музыкальной школе, но меня выгнали за отсутствие слуха, потому что... ну, я не любил это вот... чижик-пыжик, где же мы же там... потому что все зависит от педагогов. Мне не открыли тайну любви к музыке. Потом только, когда я летел в самолете, через много лет и услышал внутри себя эту музыку, потому что думаю, что она у меня в радио играет, смотрю, радио молчит, оказывается, она у меня внутри играла из соло, велоскрипка. Это было потрясающе, я об этом новеллу писал. Ну, ладно, сейчас не о моих новеллах, если хотите, смотрите там прозеру. А сейчас здесь подписывайтесь, нам больше и больше нужно молодых людей привлечь, научить их устойчивость к стрессу, и чтобы они были здоровыми. И на экзамены ходили уверенно, и спали хорошо, и открывали у себя таланты. А мы научим. Поэтому делитесь со всеми нашими ссылками, роликами, школой и телеграм. До встречи.